Сегодня четверг и мы приехали в Золочев, который находится 60 километров на восток от Львова. В начале 13 века на месте Золочева существовала легендарная родеча, которая была разрушена в результате вражеских набегов. Жители, оставшиеся в живых, скрылись в окрестных болотах. Там они строили жилье, передвигались же, прокладывая путь с помощью вбитых в болото дубовых свай. Так начинался нынешний Золочев. В начале 20 века в городе прокладывали водопровод и нашли эти древние дорожки, законсервированные в торфяннике. Сегодня мы хотели осмотреть Золочевский замок, но оказалось, что он, как и замки Валейска и Петгирцах, открыты только в субботу. Мы решили обойти замок вокруг оборонительных стен. Во время реставрации Золочевского замка в июле 1995 года открыта часовня-памятник жертвам, замученным в замке. Авторский коллектив часовни-памятника архитектор Василий Каменщик, скульптор Феодосия Бриш, художники Евгений и Ярема Безниска. Первое письменное упоминание о городе – 1423 год. В 15-16 веках Золочев живет традиционной городской жизнью. В течение этого исторического периода город успешно развивается, несмотря на многочисленные татарские набеги. Золочев был окружен валом и рвом, дополнительно защищен крепостью на холме. В 1523 году город получает магдебургское право. Удобное расположение способствует развитию торговли и ремесел. Настоящим золотым временем для Золочева было 17-е – начало XVIII века. При семье Собеских в городе строится новый замок, закладываются монастыри и церкви. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году Золочев вошел в состав Австрийской империи. Город развивался, и сюда на постоянное проживание шли состоятельные люди из больших городов. Старый город и поныне сохраняет неповторимый образ конца XIX – начала XX века. Еще раз в Золочевский замок мы приехали в субботу. Дождь сегодня лил, как из ведра. Во дворе замка нашли свое пристанище – мистические камни с готической тайнописью, найденные недавно на околицах села Новоселки. Одна из легенд связывает камни послания с тайнами сокровищами Ордена Тамплиеров. В окрестностях Новоселок сохранились руины замка, которые мог принадлежать Тамплиерам. Надписи, датированные концом XIV – началом XV веков, пока не расшифрованы. Осмотр Золочевского замка мы начинаем с подвала, который находится под большим жилым дворцом. Вдоль стен галереи с полукруглым сводом стоят образцы каменных архитектурных элементов, найденных при раскопках. Характерные элементы конструкции этого подвала – вентиляционные ходы. Они хорошо видны в торцовой и боковой стенах галереи. Через них вовнутрь попадает дневной свет и наружный воздух. Благодаря этим ходам в подвале сухо, дождевая вода в них не проникает, отводимая каменными желобами. И вот керосиновые лампы самых разнообразных конструкций. Какие-то из них давно хранились в запасниках музеев. Какие-то были подарены музею жителями Львовской области. И вот их количество стало достаточным для организации отдельной экспозиции. В конце XIX века Золочевский замок становится австрийской государственной тюрьмой. Но узники времен Австро-Венгрии и Польши вряд ли представляли, какая судьба ждет тех, кого приведут в холодные подвалы на их место. Золочевский замок пригляделся НКВД. При советской власти с 1939 года Золочевский замок служил тюрьмой НКВД, в которой замучили до смерти и казнили множество людей. Когда на территорию Львовской области пришли фашистские войска и открыли НКВДские застенки, в тюрьме не осталось ни одной живой души. В воспоминаниях очевидцев читаем. В Золочевской тюрьме найдено 649 замученных. В яме перед тюрьмой откопано 432 трупа. Во второй яме во дворе 217. Именно с этими ужасами сегодня связывают отсутствие легенд о привидениях, которые являются традиционными для любого замка. На первом этаже Большого дворца в экспозиционных залах представлена история замка, тюремное время, период реставрации, регион Золочево. Также здесь размещена дворцовая часовня благовещения, выставочный зал, залы XVII и XVIII века и королевская казна с реконструкцией короны Данила Галицкого. На втором этаже дворца находится отдел интерьеры периода историзма. В Большом дворце представлено более 550 экспонатов, в том числе 122 единицы живописи, 123 единицы мебели, оружие, фарфор, скульптура, ковры, вещи, найденные во время реставрационных работ, охотничьи трофеи и прочее. Современный Золочевский замок был возведен на средства Якуба Собесского в 1634 году. Собесский, основатель замка, был шляхтычем Речи Посполитой, государственным, политическим и военным деятелем, а также отцом правителя Речи Посполитой Яна III Собесского. В купленных городах Яков Собесский вкладывал средства в реставрацию существующих и построение новых храмов, обеспечивал их фундушами, способствовал деятельности римско-католических терковных братств. Замок является неоголандским типом оборонительных сооружений и относится к памятникам Палакца Инфортеццо, то есть совмещает в себе функции обороны и жилья. Возвели его по проекту неизвестного итальянского архитектора на месте старого деревянного замка. То есть, по сути, замок был восстановлен и украшен произведениями искусства. Золочевскому замку, который встал на Ордынском пути, перекрывая захватчиком путь на Львов, выпала тяжелая судьба. Неоднократно татары с турками шли на Золочевские стены, часто по 6-7 дней держа в осаде его защитников. В 1672 году, после шестидневной битвы, турки так и одержали и разрушили крепость. По иронии судьбы, через три года замок был отстроен руками пленных турецких воинов. И уже в 1675 году татарские отряды Аджигирия так и не смогли поработить золочевчан. История сохранила имя коронного гетмана Стефана Яблонского, который отличился незаурядной храбростью, посылая с башен и бастионов смерть на головы захватчиков. Через некоторое время Ян Третий Собицкий делает здесь свою летнюю резиденцию. Позже продает крепость с крупным землевладельцем Радзивиллом. В 1802 году пришедшие в упадок замок продали помещикам Комарницким. Китайский дворец является уникальным памятником восточной архитектуры на украинских просторах. Дворец построен в конце XVII века и имеет вид двухэтажной остроконечной ротонды с одноэтажными боковыми пристройками. В отреставрированном китайском дворце Золочевского замка открыт музей восточных культур. В пяти экспозиционных залах представлено около 250 произведений живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства, а также археологических экспонатов, представляющих искусство Египта, Шумера, Китая, Японии, Индии, Индонезии, Турции и Персии. Среди экспонатов Мумия сокола Фрагменты египетских саркофагов Японская графика второй половины XVIII века Лаковые изделия Китая Восточные ткани XVII-XVIII веков Полотно львовского художника конца XVII века Ивана Малиновского Иерусалим Фрагменты египетских саркофагов Автор субтитров И.Б Продолжение следует... Вокруг Китайского дворца заложен восточный парк с беседкой. Самым знаменитым обитателем Золочевского замка, кроме самого Иоанна Третьего Собесского, конечно, является его жена Мария Казимира. Она, 12-летней девочкой, в Польшу приехала из далекого Парижа вместе со свитой Марией Людвиги, будущей жены короля Владислава IV. Тогда никто и представить не мог, что пройдет немного времени, и никому неизвестная Мария Казимира станет польской королевой, которая будет иметь огромное, какое-то даже болезненное влияние на Иоанна Третьего Собесского. Впрочем, к вершинам польского трона Мария Казимира шла очень бурно. Влюбленный во француженку Ян не мог жениться на ней, поскольку его мать Теофила Собеская была категорически против смешения крови своего благородного рода с кровью простолюдинки. В результате Мария стала женой некого Яна Замойского, которому все же не пришлось долго радоваться супружеской жизни. Беспробудное пьянство и экзотический и неизлечимый к тому времени сифилис свели его в могилу. Однако Замойский успел передать сифилис и своей жене, которая, в свою очередь, наградила им королевский род. После смерти Замойского и Теофилы, влюбленные Ян и Мария Казимира или Марысенька, как он ее нежно назвал, наконец женятся. Однако эта процедура требовалась разве что официально, ведь они уже приняли тайный брак до этого. Кстати, именно с появлением Марии Казимиры связывают художественный расцвет замка, в частности строительство уникального китайского дворца. Марыся руководит Яном, а уже Ян Польшей, говорили тогда поляки. За это, видимо, и не любили королеву с некоролевской кровью. Хотя и Мария наравне с мужчинами храбро защищала Золочевский замок, была образованной и мудрой, ей не могли простить западноевропейской ориентации, которая в значительной мере передалась и Яну. После смерти мужа Мария уехала в Италию, потом доживала свой век во Франции. Умерла в январе 1716 года в замке Блуа. Прах Марии Казимиры был перезахоронен в крипте святого Леонардо Вавельского замка в Кракове, рядом с мужем Яном Третьим Собесским. Ну а мы отправляемся дальше, в Подгорецкий замок. Продолжение следует...